Ажиотаж продолжается. Вопросы с расчетками и коммунальными начислениями, все еще наболевшие и актуальные для горожан. Как прокомментировало сложившуюся ситуацию руководство Ноябрьского расчетного центра. Работа закипела. В Ноябрьске началось строительство многофункциональных площадок. Где и какие появятся в городе новые места для отдыха. Студентам помогут финансами. В департаменте образования начался прием заявлений на получение образовательной субсидии. Кто может рассчитывать на помощь округа? В ноябрьском филиале единого расчетного центра очереди, образовавшиеся больше месяца назад, никак не уменьшаются. Не все горожане получили свои расчетки за май, а некоторые не видели еще и апрельских. Многие из тех, до кого платежки дошли, удивлены начисленной суммой. По словам ноябрьцев, дозвониться до местных специалистов с вопросами не получается. Телефоны переведены на единую горячую линию. И операторы, преимущественно иногородние, не могут ответить на все наболевшие вопросы. Как нам пояснило руководство ЕРИЦ, проблемы начались в апреле, после перехода на новую компьютерную программу. Необходимость такая возникла в результате объединения филиала «Восток» и ЕРИЦ. При переносе большого объема данных в системе произошел сбой. Сегодня работа сотрудников расчетного центра переведена на усиленный режим. Естественно, мы заинтересованы ее как можно быстрее поправить. Вы сами должны понимать, никто ни из сотрудников, ни из руководства не заинтересован создавать ажиотаж определенный, проблемы. Соответственно, мы планируем уже следующий месяц, что выйдем в норму. Что касается тех, кто не получил вовремя расчетки и не смог своевременно оплатить потребленные ресурсы, никаких пени с них взымать не будут. По крайней мере, до тех пор, пока идет настройка программного комплекса. Так нас заверили в ЕРИЦ. Сейчас очень многие переживают, что начался отпускной период и что до отъезда нет возможности оплатить. Я еще раз говорю, пожалуйста, можно оплачивать через наших партнеров, уточнять на горячей линии информацию о платеже или же брать за аналогичный период. У некоторых начисления они происходят вообще из месяца в месяц одинаковыми суммами. Вместо пустырей – беговые дорожки, спортивные тренажеры и игровые комплексы. Шесть территорий в Ноябрьске в ближайшее время преобразятся до неузнаваемости. По программе «Комфортная городская среда» в Ноябрьске возведут шесть многофункциональных площадок. Работы уже начались и продлятся практически все лето. Жителям каких микрорайонов повезет, знает Евгения Демина. Жители пятого микрорайона пожаловаться на полное отсутствие детских площадок не могут. Однако большинство комплексов служат уже много лет. Хочется чего-то нового и интересного, сетуют родители малышей. Для детей, чтобы удобно было, безопасно, красиво и чтобы комфортно было гулять. О новом месте для отдыха мечтает и старшее поколение. Говорят, и удобных лавочек с освещением в окрестностях не так много, да и дорожек, на которых нет риска встретить автомобиль, практически нет. Да везде нужно, чтобы детям комфортно самое главное. И нам пожилым уже где-то спокойно за них. Вот сел по и смотри за ними. Спасибо, кто это придумал. В ближайшее время такая площадка в пятом микрорайоне появится. Со спортивными тренажерами, игровыми комплексами и, конечно, скамейками. Находиться на ней будет интересно всем поколениям жителей, обещают городские власти. Территорию под площадку уже освободили, выровняли и засыпали песком. У нас на каждой из шести территорий выбрано два подрядчика. Это первое, кто занимается благоустройственным и строительным монтажным работам, которые делают верхнюю планировку. А второе, именно поставка и установка малых архитектурных форм. Это и игровые комплексы, детские и спортивные оборудования. Всего таких территорий будет построено шесть. В третьем, пятом, шестом и седьмом микрорайонах, в Ингапуровском и Дальнем СМП. На пяти площадках работы уже начались. Причем все они будут разными и по наполняемости, и по тематике. Их еще зимой выбрали на общем собрании сами жители. Вот эта территория в районе 13-й школы, например, будет оформлена как паутина. Это наполнение именно игровым оборудованием с большим количеством секчатых конструкций. Но сейчас мы отрабатываем вариант рисунка, именно покрытия. И уже в некоторых моментах по конкретным, по мафам. Малые архитектурные формы и игровое оборудование вскоре появятся и на месте старого афганца. Территорию облагораживать начали еще в прошлом году. Площадка готова. Установлено даже освещение. Площадка на Мира будет выполнена в морской тематике. Самые маленькие жители микрорайона смогут оказаться в подводном царстве. Дети постарше покачаться на качеле лодки. А школьники оказаться на камбузе большого корабля. И даже покрытие площадки будет соответствовать тематике. С помощью разноцветной резиновой крошки здесь нарисуют море с рыбами, желтый песок и даже остров с пальмами. Больше всего подготовительной работы потребовала площадка в микрорайоне Вангапуровский. Там, прежде чем начать строить, пришлось носить ветхое здание бывшего центра «Факел». А деятельность подрядчика в шестом микрорайоне около девятой школы началась с вырубки деревьев. Чиновники обещали, уберут только старые и больные березы и сосны. Здоровые останутся на своих местах. Все ли сделано правильно, сегодня проверила комиссия городской администрации. Мы постарались максимально сохранить то, что имеется, потому что на севере, конечно, очень важно те деревья, которые вот такие вот крупные. В настоящее время ту площадку, которую вы видите, это уже фактически подготовлено под установку, ну не под установку, махал, но под проведение работ. Игровое оборудование под будущие зоны отдыха уже заказано и должно быть готово к концу июля. Сами площадки подрядчики по контракту должны будут сдать к 31 августа. Сумма, которая выделена на их благоустройство, немаленькая, около 80 миллионов рублей. А потому городские власти планируют постоянно контролировать ход работ и призывают жителей присматривать за деятельностью рабочих. С любыми вопросами и сомнениями можно обращаться в Управление архитектуры. Евгения Дёмина, Наиль Нафиков, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Участок трассы на подъезде к Ноябрьску будет отремонтирован. Такая возможность появилась благодаря дополнительному финансированию. Ранее сообщалось о планах ремонта на девяти участках региональных трасс. Теперь дополнительные средства направили на ремонт еще трех отрезков. Кубкинский Пурпе, Новый Уренгойный Дай и подъезд к Ноябрьску. Работа начнется этим летом. Добавлю ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог округа финансируются из средств Дорожного фонда и средств, выделяемых по программе сотрудничества. В департаменте образования начался прием заявлений на получение образовательной субсидии. Претендовать на нее могут студенты, обучающиеся в вузах по приоритетным для округа специальностям. Обязательное условие – один из родителей должен проработать на Ямале не менее 15 лет. Рассчитывается сумма субсидий индивидуально. Так, льготные категории могут получить ее в размере 80% от стоимости обучения за год, но не более 80 тысяч рублей. Все остальные должны иметь в аттестате не более одной тройки. В таком случае они могут рассчитывать на возмещение 50% оплаты за курс. В прошлом году субсидией воспользовались 25 человек. Большинство из них получают специальности в области здравоохранения и образования. Студент должен вернуться, самостоятельно найти работу и отработать в течение трех лет на территории округа. Не обязательно в городе Ноябске. Главное – отработать на территории округа и нам, соответственно, регулярно отчитываться в том, что студент работает. Работу нужно найти по специальности, либо по смежной специальности. Единственным условием, которое может освободить от отработки на территории округа, является, ну, скорее не условием, так скажем, а обстоятельством наличия у студента заболевания, препятствующего работе в районе Крайнего Севера. Десять специальностей и рекордное число участников в «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» сортовал конкурс профмастерства. Он проходил в два дня и состоял из нескольких частей теории и практики. За ходом испытаний следила наша съемочная группа. Операторы, машинисты, слесарь и лаборанты. Участие в конкурсе профмастерства принимают рекордное число специалистов. Около ста. Кто-то первый раз, а у кого-то уже есть опыт за плечами. В этом году правила изменили. Попробовать свои силы в престижных состязаниях могли все желающие. Я надеюсь, что сегодня победят лучшие из вас. Но уже участие в этом конкурсе дает вам право называться лучшими по компании «Ноябрьскнефтегаз». У нас, несмотря на трудности в том году, которые были, «Ноябрьскнефтегаз» справился с задачами, выполнил бизнес-план, экономические показатели по компании впервые достигли положительных результатов. Отдышу, желаю вам всего хорошего и победить сильнейший. Традиционно конкурс проводится в два этапа. Самый волнительный – теория. Многие участники начали к нему готовиться за несколько месяцев до соревнований. Словно, на экзамене нефтяникам нужно показать свои знания в области рабочих обязанностей, производственной безопасности и корпоративной культуры. Не сказал бы, что сложно, потому что в процессе работы приходится много инструкций изучать. И поэтому все вопросы, в принципе, из своих ежедневных обязанностей, которые я выполняю, то есть, по сути, все должен знать. Уровень участников растет с каждым годом. И мы для того, чтобы они более повышали свою квалификацию, в вопросах мы усиливаем более развитие профессиональных компетенций оператора. Самое большое число участников как раз в профессии – оператор по добыче нефти и газа. Во время практического задания необходимо сделать отбивку динамического уровня на скважине, заменить пробоотборный вентиль и замерить дебет скважины. Михаил Головин на предприятии трудится третий год. Для него такие задания – повседневная работа. На конкурсе «Профмастерства» я уже принимал участие второй раз. Во-первых, особо не принес мне результата, так как были волнения. Особо не готовился, понадеялся на себя. Сейчас более точно подготовился. Думаю, все получится. Впервые в этом году участие в конкурсе «Профмастерства» принимали трубопроводчики-линейные лаборанты химического анализа. Волнение очень у людей большое. Некоторые первый раз участвуют в этом конкурсе. Кто-то будет второй раз участвовать. И каждый год мы на конкурс уставляем практическую часть новую. То есть в том году была плотность, в этом году содержание нефти. Чтобы лаборанты всегда были разносторонними, знали все виды анализов и знали, как все это выполнять правильно. Самое сложное было справиться со своим волнением. Но я взяла себя в руки и справилась с конкурсом, так как это наша основная работа. Мы сталкиваемся с этим каждый день. И в принципе я это все знаю. А от этой работы искры летят. Электрогазосварщики в конкурсе «Профмастерства» участие принимают больше 10 лет. Заварить образец определенного диаметра для них привычное дело. Главное, чтобы от волнения рука не дрогнула. Насколько крепки нервы у участников и насколько качественна их работа проверят специальным оборудованием. Очень неплохо. Не первый раз участвую уже. Так что в курсе был, что будет. Ну там некоторые хитрости, так скажем. Уже свои есть. Так что выступил неплохо, считаю. Но все покажет дефектоскопия. Общие итоги конкурса подводили на второй день. Все участники получили дипломы и поощрительные премии. А победители будут представлять предприятие на общем конкурсе блоков разведки и добычи «Газпромнефть». Он пройдет в ноябрьске в августе. Оксана Зачукова, Александр Паханов, ноябрьск, 24. Дух заполярья для тех, кому не безразлична природа. С 25 по 31 июля на Ямальском острове Зайчи пройдут учебно-тренировочные сборы волонтеров-экологов. Стать участником может любой желающий старше 18 лет, не имеющий ограничений по здоровью к физическим нагрузкам. Для того, чтобы заявиться, необходимо пройти регистрацию на сайте www.greenarctic.ru и заполнить специальную анкету. Заявки принимаются до 15 июля. В 2018 году на Ямале будет реализовано 8 научных проектов. Это исследования в области экологии, геокреологии, биологии и социологии. Проекты реализуют в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований и правительства округа. Изучать будут торфяники и проведут анализ костных останков северного оленя, найденных на археологическом памятнике Усть-Полуй. Изучат фауну паразитических насекомых арктического региона и выяснят влияние торфяных пожаров на состояние пастбищ. Всего на конкурс грантов было подано 44 заявки. Поддержку получили проекты, имеющие высокую научную и практическую значимость для арктического региона. До конца лета на лыжной базе установят 8 уличных тренажеров для занятий спортом. Они универсальны для детей и для взрослых и направлены на различные виды тренировок, силовую, кардио, есть даже эллиптические тренажеры. Спортивный инвентарь станет дополнением к уже существующей детской площадке. Установка уличных тренажеров – часть проекта «Спорт для всех». Он стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города» компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Площадка для будущего инвентаря уже расчищена, а подготовку к установке начнут в конце месяца. Само открытие намечено на 31 августа. После этого здесь регулярно планируют проводить различные спортивные мероприятия. В данный момент у нас идет голосование на сайте нашего учреждения и также в группе ВКонтакте «Спортстг.ру». Там идет голосование, какие именно тренажеры жители данного района хотели бы видеть на данной площадке. И по итогам этого голосования именно эти тренажеры в количестве 8 единиц будут закуплены и установлены на этой площадке. В продолжение выпуска прогноз погоды и рубрика «Ноябрьск» в соцсетях оставайтесь с нами.